Приветствую вас, Юлия. Давайте мы с вами разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Точнее даже не вопрос, а просто как будто бы текст, который вы пишете. Значит, посмотрите, первое, что бросается в глаза, это то, что вы в тегах написали в СССР. Что понятно, понимается, как вегетососудистая дистония. И здесь первое, опять же, что нужно понять, это на основании чего вы сделали такой вывод, что у вас в СССР. Это первое. Второе, если есть диагноз ВССР, то, соответственно, должно быть назначено лечение ВССР. Лечение, ну, оно разное может быть, да. То есть это понятно, я надеюсь. И вопрос заключается в том, ну, насколько вы подошли серьёзно к этому вопросу. Да, к вопросу лечения ВССР. Вот. Лечите ли вы его вообще? Вот. Значит, это вот такой момент. Далее. Вы говорите, что когда я начинаю писать что-то, в моей голове появляется напряжение. Что это значит? Ну, что это означает? Что вы начинаете писать, и у вас в голове появляется напряжение. То есть это связано с чувством, что вы не должны этого делать. Это связано с чувством, что вы не хотите это делать. Или как? То есть что вы подразумеваете под этим? Дальше. Значит, напряжение может быть следствием запрета на мыслительную работу. Ну, для вас. То есть вы можете испытывать негативные последствия запрета на мыслительную деятельность. И тогда нужно изучать вашу историю. Вашу историю того, как вы, значит, взаимодействовали со своими, ну, например, родителями. Как они относились к вашей умственной деятельности. Ну, в том числе писать, да? Письмо. Дальше. Дальше. Очень многое зависит от того, что именно вы пишете. Ну, что именно хотите писать. Вот. Конкретно. То есть нравится ли вам то, что вы хотите написать. Или нет, или не нравится. Вот. То есть это тоже очень важный момент. Значит, а вы пишете, что напряжение в голове, я не могу сосредоточиться на том, что пишу. А, значит, это какая-то каша. А, ну, вот подумайте, что бы вас в этом, да, что бы вас в этом могло, ну, например, отвлекать. То есть, есть ли что-то такое, если что-то такое, что отвлекало бы вас, значит, от работы, от написания текста, например. Вот. А, мне кажется, что это очень важный момент. Подумайте, какая выгода может быть для вас от того, что вы не можете Сосредоточить. Сосредоточить. Сосредоточить свои силы. Свои усилия. На, ну, вот. В том, что вы делаете. Подумайте. Подумайте. Подумайте на эту систему. Я думаю, что это даст вам определенную пищу для размышлений. Как подсказывает мне профессиональный опыт. Вот. Далее. Успокоительные при ВСД и при напряжении, которое вы описываете, не помогают. То есть это, то есть это не то, что, ну, что может и должно вам помочь. Абсолютно. Успокоительные они, скорее, вам только вредят. Еще больше. Поэтому я думаю, я полагаю, что вам стоит обратиться в врачи для получения, вот, ну, профессиональной помощи. Хотя бы, хотя бы, вот, непосредственно по физиологическим причинам. Хотя бы по внешним проявлениям, значит, вашего состояния. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Отдельным пунктом, мне кажется, идет здесь ваш запрос к психологу. Вот. То есть, ну, заброс к психологу, да? Именно вот, что вы хотите от психолога. То есть, хотите, чтобы напряжение спало, да? Я, допустим. То есть, знаете, запрос хочу не напрягаться. Это неправильный запрос. Хочу, например, понять, что значит мое напряжение. Это совсем, ну, совсем другой момент. Это совсем другой аспект. Так что подумайте над запросом и, соответственно, если вы его сформулируете, то вам, ну, безусловно, можно будет помочь. Это безусловно. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей ситуации.